ну чё есть чё но цены такие что просто очень очень в общем вполне возможно что сейчас наша лодка любви с алтаймерами разобьется об этом друзья но тем не менее слава богу вы кто нас смотрите живете в россии если вы вдруг захотите купить новый автомобиль я вам очень рекомендую лучше всего воспользоваться сервисом автоспот точка ру там собраны самые вкусные предложения от всех официальных дилеров вы просто заходите на сайт выбирайте нужный вам автомобиль выбирайте понравившуюся комплектацию причем там собраны самые максимальные скидки которые только могут предоставить официальные дилеры более того на сайте автоспот есть специальная система оценки дилеров то есть плохие дилеры автоматически из системы выбывают просто зайдите и убедитесь в все ссылки будут в описании ребята из автоспорт наконец-то создали свой канал на ютюбе они там осуществляют тест-драйвы самых новых автомобилей volvo audi mercedes bmw ссылки на них конечно же тоже будут в описании если вы хотите первыми узнать о новинках рынка переходите на канал автоспорт точка ру а если хотите купить автомобиль с максимальной скидки то переходите на сайт автоспорт точка ру все достаточно просто а мы будем продолжать битву за алтаймеров в частности очень хочется хотя бы посмотреть в живую потрогать автомобили которые спонсировались ссср автомобилем марки и м.в в онлайне опять же есть но я думаю лучше все-таки съесть город и уже на месте просто на просто посмотреть потому что есть пару вариантов и можно просто выдвинуть ну давай попробуем посмотрим получится а пусть всегда будет мама пусть всегда буду я радио русский берлин да Да, а дискриминация некая, пусть всегда будет мама, а где все-таки тот, кто... А это уже, знаешь, уже в те времена, понимаешь, что к мужчинам такое отношение, что папа вроде как бы и не как бы и не как. Может папа поет и говорит, пусть всегда буду я? Нет, пусть всегда буду я, но он поет из лица ребенка. Прохладно что-то в Берлине, несмотря ни на что, в январь месяце снега нет. Значит, первое, друзья, что можем показать, вещь старинная, цена немалая, что за кузов, хрен его знает. Вообще понятия нет, я думаю, что-то британское. Что-то английское, да, какая-то штука, штука-дрюка. Что оно? Ладно, залезть на контейнер мы, к сожалению, не можем, потому что мы не спайдермены, но это так, для затравки. В принципе, мы сюда приехали, чтобы посмотреть, что есть такое на таких вот замечательных местах. Слушай, или я дурак, или это Citroёn? Это Citroёn. Можно вот так? Нежно. Ну, он не очень... Блин, он же мокрый стоит под этим тентом. Ну, видишь, он большащий, по ходу дела. Хотя хрен его можно найти. Еще один Citroёn. Не очень понятно. Сохотел он? Да, он бодрый, бодрый. Он уже сделан. Да, путь он. Ладно, пойдемте дальше. Будем смотреть. Будем смотреть, так сказать. О, пыжик. Automatical. 605-й какой-нибудь. V6. В те времена, ты что? Короткий, автомат. Да, вообще зверюга. Зверюга. 42 тысячи евро. Он там лежит внутри. Нет, 24. 24? 24. Ну, я понимаю, что... Это уже по-немецки число. Да, я уже, да, 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 я уже с доставкой до России. Да, неплохо. Красавица. Красота, да. А, не писать. Слушай, я не очень понимаю, что это за Fiat. Я сам впервые сталкиваюсь с... Ну, вот это чисто по-российски. Скотч. Скотч наше все. Обязательно. Конечно. Там, кажется, не синяя изолента наша отечественная, родная. А, смотри, блин, я не знаю. Как бы, вам, наверное, не видно, друзья, кто нас смотрит. У него на приборке написано «Динамо», «Бензина». На, даже видишь, там дверь закрыта на веревочку. Да. Чисто по-итальянски. Конечно. Дверь в запасе. Это очень на москвич, кстати, похож чем-то. Передняя дверь вот сюда открывалась. То есть не как в Ройсах, вот так вот. А они вот так открываются. Ну, короче, как на Горбатом. Вот. Если бы Горбатый был четырехдверным, у него бы задняя дверь открывалась тоже так. Да. Кто ты, братан? Фиат 1100. Ух ты. Фиат 1100. 1100, да. А, он, видишь, он даже немножечко побывал в аварии. Я понял. Да, да, да. И причем он давно стоял. Где-то когда-то очень давно стоял. Причем, видимо, вот это колесо, оно стояло на земле. А потом надули, ничего. Неплохо. Ничего особенного. Просто не сгнивший 30-й кузов. И это причем еще дуристайл. Офигеть. Да, шел таймер, кстати. Четненько. Да. Спасибо. У меня когда-то была такая же, топ-красная. Ну, четырехдверная, да. С М-20 мотором. Ракета-пуля-пушка. Так. Сейчас спросим, какого она года. Интересно. Она, наверное, где-то 86-го. 84-86. Да. Офигеть. Здравствуйте. Какой бау здесь есть? 85-го. А, 85-го, да. Ну вот, да, да, да. Офигеть вообще автомобиль. Да. А спросите, какой мотор? М10 или М10? И этот мотор, есть там М10? Да. Да? Это, кстати, 12-й, он не разрушен. А, он говорит, да, там М10, конечно, ему просто строгогогодности нет, но говорит, еще раз, я бы его не купил, я бы купил уже следующий, то есть 6-цилиндровый. М20. М20, да. А, извини, М20, проще. А, об, also я знаю, что это М10, да. Да. Он говорит, я не знаю, М20 или нет, говорит, я знаю, что это десятка, но больше. Но 6-цилиндровый, да, 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 да. Да, да, да. Да, он говорит, здесь-то понятно, тут цепь стоит, а в М20 или не в М20, как он, ну, не знает, просто 6-цилиндровый, там еще ремень. Поэтому, конечно же, этот-то круче, а тот, типа, объемнее и чуть-чуть поспокойнее. Я понял, окей, ладно. Смотри, блин. Так, 3,2 литра, V8, 140 лошадей, 62-й год. 62-й? Объем 3,1. Знаешь, что самое интересное? А, ну. Вот посмотри на старую эмблему, сейчас попробуем фокус на нее навести, настроить. Да. Видишь, это не просто эмблема, у нее вот эта вот сама, эта штука, это какой-то, то ли керамика, то ли еще что, ну, короче, такое прям, чтобы камни отлетали. Как его знают. Да. Гуд кар, ну, видишь, она, да, шкар, 62-й год, да, но это уже, понимаешь, это уже BMW, это даже 60-й год, да. Да, да, это 62-й год, и, соответственно, это уже, когда они отсудили. Да, V8, 3,5 литра. Да. Я очень хочу где-нибудь заказать, вот именно на Антипыче, знаешь, вот такие эмблемы, но олдскульные, вот именно такими буквами нарисованы. Я думаю, Антипыч прифигеет. А еще лучше EMV-шные эмблемы, вот эти. О, красненькую, да, чтобы эти были красные. Да, 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 да. Я понял. Такой, знаешь, чтобы завод, как в Азии, нахер. Да, 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 да. Было бы круто. Слушай, а это тот, который мы только что видели за воротами, только уже сделанный. Да, да, это уже готовый. Это же Fiat такой 1100, да. 1100. Смотри, у нее такой глаз такой посередине, третья фара, ничего себе. Ага, ага. На Цюре. Да, 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 это такой же. Да, это тот же. Да, и двери вот эти вот, которые вот так вот. И двери то же самое, да, да, да. То есть вот так вот он выглядит, когда он живой. Да. Зато теперь можно показать, где ученик вот это посмотреть. Да, 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 где должно быть. На камере тоже, зараза, невинно, к сожалению. А, отсвечивали, блин. Да, 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 но, к сожалению, кар закрыт. Да. И нельзя. Там, кстати, вон еще шильдик, Нильс Хансон. Может быть, это даже владелец. Чувака какого-то. Может быть. Поворотники такие, прыщики, смотри. Выдавливать. Такие, да, да. Блин, прикольно, да. Да, смотри, на то ли, 1100 фига. 1100, да, это он. Катафоты такие, хромяшка, к сожалению. Какого он там, 56-го, да, по-моему? Да. 56-го года, как. Хромяри уже кранты. Ну, во всяком случае, теперь понятно, да. Да. Ну, кстати, смотри, на самом деле, не так дорого. Сколько, 19, да, получается? Да, 19 просила, за 19 его и... 19-го и продали, да. У меня вот эти вот сетки еще надо закреплять. Куда можно всякую... Всякие, всякие, всякие пожитки. Ну, просто, конечно. Да. Бензина. Бензина. Динамо. Ну, в то время не было дизеляно. Нет, дизеляно было, но такие маленькие все равно были бензина. Кстати, здесь даже наклейки еще, видишь, так голен? Шведы, его из Швеции притащили. Поэтому вот тот шильдик, типа, где написано Нильс Ханссон, это реально, наверное, был мобильный автомобиль. Да, видишь, 56-го года. Нильса, наверное, Ханссон уже в живых нет. Да. Возможно, Акар живой. Представляешь? Угу. Да, история потрясающая штука. Потрясающая. Так это в натуре Альфа Ромео? Да, это Альпочка. Смотри, Милан. А что там написано? Как она называется, правильно? Мэл 6C2000 Sport Frecchia Doro. Шесть цилиндров. Все, какая она здоровая. Огромная, просто-напросто. Купе такая, да? Что здесь-то стоит? Это что, то же самое получается? Слушай, да, это тоже Альфа такая же. Да, это Альфа. Только это тоже Альфа. И там тоже Альфа, да? А-а-а. Да. Прости, просто смотри, у этой крыши такая. Это Кабрик, а та с железной крышей. А, тут панорама, Кабрик и обычная типа. Да. Так каких-то изначально делали 600 штук. То есть из 600 штук 3 стоят здесь, просто вот в оригинальном расстоянии. Нормально. Суфигеть. Вот где развита автомобильная культура, да? Дойчланд. Это тоже Милану? Да, тоже. Да, да, да. Интересно, у него капот открывается как все-таки вот так или вот так? Потому что... Ну, смотри, судя вот по А. Ух, ух, ух. Все, они вот так. Вот таким вот образом складываются. Обалдеть. А, типа такой, ух. Королевский значок. Неплохо. А, смотри. Так это... Тесла, чертовы плагиаторы. Да, 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 да. В натуре. Вот он, Аймон Маск. Да, что Тесла, друзья, вы посмотрите. Да, 50-го года. Все. Причем и ключ такой от замка. Понимаешь, не просто погулять вышел, а все четко. Салон такой красивый. Слушай, а что на правую? То есть на экспортной... А, вот это я, кстати, не могу знать. И они все права. А в 50-х не было, подожди, в Италии, правую руку движения? Нет, не было. Нет, не было, 100% не было. Смотри, это правая. Это правая. И это правая. Ну, видимо, для Англии. Видимо, да. Видимо, да. Может быть, мы реально что-то не знаем. Может быть, мы что-то не знаем. Как бы, да. Это такой, типа, третий стопак, и на нем написано буквами Альфа Ромео. Да. Ты посмотри, у нее багажник вот здесь, да, вот так открывается или что? Не, не, мне кажется, это крыша сматывается и сюда убирается. Мне так кажется. Подожди, а вот это, типа, поворотники у нее такие тоже были? Да. А, в натуре, у нее нет здесь поворотников. Здесь нет, здесь только стопы. Вот здесь какой-то... А, вот он, вот он. Смотри, вот. Вот смотри, да, да, да. Шликс? Ой, не лямай. Эти? Не лямай Альфу. Все, все. А вот это... Нет, не было. А вот это какой-то новодел, очень похоже на жигулевский поворотник. На нем что-нибудь написано. Да, 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 да. И на нем нет слов на русском, то есть это еще... Нет нашего... Да, сейчас я фокуса добавлю в наше приключение. Да, нету, нету, это просто... Видимо... Хотя все-таки странно, да? Вот она еще стоит на оригинальных номерах из Рима. Так. И она праворулька. В чем фишка мне интересна? Супер леггеро. Странно. Причем тоже непонятно. Вот давай, подожди. Вот здесь поворотники уже есть, правильно? Правильно? Да, да. Хотя тут тоже... А в дверях у нее тоже стоят. Да. Эта игрушка какого года Альфа? 47-й. 47-й год? Да. А вот этот? 49-й. 49-й. И здесь тут тоже как бы спереди нет. Да. А тут спереди уже есть. Да, есть. Интересно. Не знаю. Что это за версия? Просто реально не знаю. А моторы все одинаковые. Все 2,5-6-цилиндровые. Супер... Что? Леджеро. Супер леджеро. Типа супер легкое. Вроде да. Леджеро это вроде что легкое. Слушай, ну легкостью здесь не пахнет на самом деле. Но в те времена... Интересно. Не надписано. Тормоза такие интересные. Колеса спицывают, тормоза такие. Вот делали тачки, да? Вечность. Ты посмотри. Мишлен. Это еще древние, старые. Видимо, да. Еще видишь такие. Да, вот еще даже сделано во Франции. Это уже... Этого уже не будет никогда. Да. Потому что Франция в Евросоюзе. Ну и все остальное уже коту. Ладно. Не будем. Ладно, не будем о грустном, да. Но есть в этом и хорошая сторона, кстати. Ну, есть, да. Надо как-то бороться. Киев-Лиссабон без паспорта. Киев-Лиссабон без паспорта. Кто ты такой? Кстати, все равно надо. Что? Визы, разрешение. То есть, как бы, все равно надо. Не то, что сел там... Да, в них там, как бы, все круто. Они красиво сделали. Я думал, такой Василий Боров дальнобойщик сел в маечке. Киев-Лиссабон? Да, что нет, что ли? Нет. Куры, свиньи. Я тебе говорю, нет. Ладно. Да, интересно, Альфа, интересно. Но по-прежнему мы пока не видим цели нашего визита. Нет. ЕМВ нет. И это, кстати, достаточно серьезное место в Берлине. И мы здесь видим итальянские автомобили, американские автомобили, английские автомобили. Про немецкие мы вообще не говорим. Но мы пока не сломкнулись ни с одной моделью ЕМВ. ЕМВ, то есть, раритет раритетов. Раритет раритет, но их очень мало. Да. И я удивлен, что здесь их нет. Хотя бы хотелось посмотреть, что это было. Я, конечно, все понимаю, холлтаймеры и все прочее. Но какого дьявола... А тебя просто вот на X5 прят, да? Нет, я не зомби. Я просто удивлен, какого хрена здесь делают подобного рода ведрища. Я сам в шоке. Тоже ллтаймер. Ладно, тут уже наклеечка, да, какая-то? CD, корпус, дипломатика. То есть, что-то посольское, федеральное... А, это чей-то посольский X? Да, видимо, да. Неплохо. Боже мой, что это? А 4,4? Пихло 4,4. Здесь ничего интересного. Это что такое? Не знаю. Платин. Видимо, очень клевые диски. Очень клевый 18-й диск. Так, а что у него такого особенного? Давай почитаем. И уж за 30 тысяч евро, объясните мне, идиотом. Так называемый X5 Security. Верк с панциром. То есть, из завода... А, бронированный. Да, изначально бронированные версии. Вот одна из них праворулька. А, подожди. А, в натуре праворулька? Да. С завода бронированный? Да. А, точно. В натуре. Бронированный X5. Мечта 90-х. Мечта. Неплохо. Значит, не пробивает АК-47, 44-й Магвумом. Значит, высокий уровень безопасности, да? Бешок СЗХА. То есть, ну, вообще любой стрельбы, как... А, я понял. Двигатель 4,4, V8, аларм, сигнализация типа. Да. 119 тысяч километров она проехала. Да. 29 тысяч? Сколько? 29 тысяч. 29 тысяч. А, надо брать. Да. Нахрена только. Бронированный X5. Кстати, не хочешь этот взять и мотор перекинуть свой? Нет. Нет? Нет, не хочу. Нет, не хочу. Мы найдем, куда потратить 300 тысяч евро. И явно это будет не 53-й кузов. Да. Праворухи из Германии. Что, крив... А, он... Не знаю. Кривой какой-то, нет? Или у меня просто оптика поехала? Слушай, я не знаю. У тебя оптика не поехала. Но, как бы... Ну, чуть кривовато-то, нет? Может быть, просто он выдержан несколько взрывов, понимаешь? То есть, как бы... А он же тяжелый, падла. Да. И, кстати, ему и подвески задние тоже не заргут, на самом деле. Парктроник? Парктроник. А какого он... А, это рестайл, кстати. Какого года там не написано? Слушай, не знаю. Даже не смотрел. Судя по парктроникам, он рестайл. Думаешь? Да, да, да. И по фарам это рестайл. 2005-й. А, 2005-й. 2005-й год, да. Да, да, да. Да. Ну, приблизительно. На, иди. Неплохо. Да. Ну, мы берем, потому что... Ау! Понимаете? Ну, да, да, да. Ну, он просто какой-то... Какой-то Opel поджимал, понимаешь? Ты стал на пути. Будешь... Или Deonexia. Что-то вроде. Может быть, так. Но чего против Deonexia тут? О-о-о, все святое не трогаем. Все святое не трогаем. Да. Пан-харт. Пан-харт. Типа, жесткий пан, то есть, господин. Хотя он на него не похож. Это француз. Француз, да. На французских старых номерах стоит. Обалдеть. Я таких не видел никогда. Ни в книжках, вообще нигде. Кстати, глазки, знаешь, на что похожи? На Твингу, который первый раз походил. У него тоже, типа, такие, как реснички, бровки были. Но он такой, вообще, грустненький такой. Ну да. Хочу назад во Францию. На Кот Дазюр? Да, да, да. Типа того. Ладно, в общем, шутки шутками, но... Да. Значит, здесь нам не удалось найти ничего похожего, ни концов, ни чего-нибудь в этом роде. К сожалению, да. Данных автомобилей в месте, где мы были, нет. 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 Нет в Германии, нет ЕМВ. Но есть одна идея, загонять на Балашиный рынок. И там есть один человек, у которого можно узнать, есть ли где-то здесь в Берлине, может быть, у кого-то в гараже еще такая вещь. Потому что он там торгует, знаешь, всякими старыми... Всяким барахлом. Да, в резиночке там всякое любое. Может быть, да, во нем. Идея мне очень нравится. Да? Да, я. Идея мне очень нравится. Тогда мы сейчас за нем на Балашиный рынок. Вот, к сожалению, саму беседу мы, наверное, оставим за кадром. Ну, я думаю, да. Да, потому что дедушка вообще как он так? А? Или... А, нормально. 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 Нормальный дедушка, да. Будем, в общем, шариться по гаражам Германии. Я понял, в какой бы стране мы ни находились, все равно все сводится к тому, что мы шаримся по гаражу. А учитывая то, что Германия как бы равноценно, не мегаполисами, так сказать, расселена, то нам придется объехать очень много. Кстати, да. Я думаю, может быть, даже не в этот приезд. Ну, ладно, сейчас доедем, как бы поговорим с дедушкой. Посмотрим. Го, ничего. Все? Я, я, бой, в атаку. Далеко Блашиный рынок? Ну, что-то на машине, минут 10 там, да. А, все. Нормально, нормально. Все? Да? Поехали. А это как скупают от него. Да, в общем, после всех автомобилей мы заехали на Блашиный рынок, и как бы агент Казах уже как бы присоединяется к шубам цены немалой. За двадцатку, дорогая, наконец-то получит свою норку. Татьяна, they're good. Берем все. Я понял, да. Все? Вот, я бы взял, знаете, я бы каракули. Каракуля, манам. Каракуля, манам. За 20 евро, манам, каракули. Да, малыш, 20 евро, каракуля, манам. Я говорю, все берем? Нет? Неплохо. А тут еще одна есть, смотри. Каракуль Валятник. Откуда все эти шубы? Мне тяжело представить, откуда все это, но мне более интересно, кто это покупает. Кто это покупает? Да. Ну вот, видишь, люди из Польши приехали. Вот, кстати говоря, вот этот Блашиный рынок в Берлине чем-то напоминает нашу Юнону. Тоже, знаешь, такой по выходным собирается. Я там не бывал. Я бывал регулярно, я вам хочу сказать, еще во времена, когда Юнона, так сказать, прогрессировала компьютерными технологиями. Там собиралось много разных людей. Запчасти искали? Для компьютера. Да, было такое, лотки, все такое, но это в прошлом. А что ты здесь возле посуды трешься? Просто заглядываю, смотрю, что с ней он делал. Ну, неплохо. Неплохо, неплохо. Ты посмотри. Серебро. Серебро. Я, кстати, тебе знаешь, что, он, можете, воротничок новый? Мне? С глазками. Нет, мне зачем, нет, блядь. Ну, он сам по себе интересный. О-о-о. Опа. А ты кто был? Не знаю, видимо, лиса. Да. Какой лиса? Она бегала, смотрела. Нет, похоже. А? Да, видимо, лиса. Видимо. Свиньер. О, господи. Ну, да, ладно, ладно. Спокойно, че. Лампа Аладдина. Кстати, да, Анна Александровна, смотри, лампа Аладдина. По твоей части. Ковер самолет, видимо. С какой-то тереть. Где потереть надо, скажи. По три. А ты, знаешь, три и играй на гитаре. Не ошибешься. Вот еще, смотри, тебе ништяк какой. Собатька. Сделай мне всякую фигню, предлагайте. Ей тысяча лет. У меня такая мешка куриц. Да. И, кстати, люстра, смотри, чуть ли не из советского времени. Вон, по Аладдину, прикольно, кстати, да. Прикольно. Купите, да, он поставит. Не-не-не. Вдруг кто вылезет. Не-не-не, я исключительно по автомобилям. Не, ну, действительно люди умеют развлекаться. 25 евро, наручники с ключом, все, с цепью, делать все, что угодно. Я смотрю, что тут на что. Милую, милую такую. А она сейчас не милая. Вот, давай наоборот. Вот так? Нет, как-то иначе она все разозлилась. Да? О-о-о, нет, сейчас, о-о-о. О, нет, вот, вот, милаха. Миленькая немецкая женщина теперь. Ах, ты мать моя женщина. 20 евро. 20 евро? Ага. Нет, это вот сейчас 20 евро, а так, наверное, 60. Кстати, да, может быть. Да, миленькая. Ну, вот, что подарить своему ребенку? Вот, куклу-урод. А, нет, две куклы-урод. Или вот такие вот милые. Я бы не стал такие вещи с ребенком дарить. Ну, реально. Смотри, он очень милый пупс. Раз. Да. А-а-а. Смотри, как Фрис смешно морковку ест. Ага. Да, да, да. Ну, как-то и печально. Согласен. Кутненько? Да. Вот. Привезли женщин покормить. Да. А-а-а. Морчит. Ну, на самом деле, плачевно все. Плачевно все, кроме, да, кроме того, что тархун практически как в детстве. Но мы в ресторане Генацвале. Только с кап надписью. Да. В Берлине и надпись на немецком. Да. А что? Друзья для германии. Я так понимаю, специальные поставки. Да. Но зато есть тархун. Тархун настоящий, да. Георгий Александрович, он даже чайка себе, чайку, чайка, чаю, короче, зеленого. Шашлычка поели, все замечательно. О плохих новостях нам так и не удалось найти. Что-то похожее на автомобили марки ЕМВ. Нет, безусловно, в Германии они есть. Мы даже их видели на сайтах, но хотелось посмотреть вживую, чтобы понять, как и что, где и как это выглядит. Возможно, надо было ехать в Айзенах, потому что там есть музей, где находился этот завод. Но не можем мы этого сделать, потому что... Так давай Айзенах еще пилить километров 350 с копейками. Да, сегодня мы улетаем. Так что Анну Александру сегодня вернем в бухгалтерию в Петербург. Вот, и, возможно, будем по удаленке дома сидя в интернете все эти истории смотреть, пробивать. И когда что-то появится, будем мониторить. Будем мониторить, и как только что-то появится, сразу будем срываться. И смотреть, что на месте. Многие спрашивают, кстати говоря, по поводу печальки. Я видел очень много комментариев. Да. Скажем, где печалька. Ну, где? Можно же было, конечно же, ответить, типа, Нина Прошлый Деснарифм. Но печалька-то в хороших, в хороших руках, в абсолютно другой стране нет внимания. А она уже где-то в горах, в Швейцарии, прыгает там, как Эрхард, по Альпам. Вот и вся судьба печалечки. К сожалению, у нас нет фотографий, к великому сожалению. Но печальку отреставрировала, отреставрировала вот та форт-мастерская, куда мы ее передали. И как это не странно, приехали швейцарцы и губили печальку. Так что из Кингисеппа в Швейцарию, понимаешь, как зовут? Оказалось, что в автомобиле весьма неплохой. Ладно, допиваем тархун, коктейль, мактейль. Все, рыбки. А, рыбку тоже все захамячили? Да. Анна Ильсанна все правильно, по-национальному шашлык заточила. Молодец. Конечно. Вот, умничка. И как бы едем в аэропорт. У меня же чуть-чуть. Все, друзья, улетим домой. Улетим домой. КОНЕЦ 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 вот кто вот эти люди вот эти люди они всегда срутся дядя вов дядя толь травников привет здравствуйте господа бандиты здравствуйте господин родину да 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 вернулся вернулся слушай все хорошо переступая порог автосферы поклонился поцеловал челом челом бил лыбызнул треснутый кафель огонь все неплохо вытачивать волгарь все в алгорю агента казаха все нормально а все-все-все я передал все да он занимается растаможкой сейчас там его немножко починит под шаманит пройдет немецкой то будет ездить по берлин ништяк давайте вернемся к нашим помойкам помойкам идеальный идеальный мутный двигатель не повыситого снова пытаемся в это но как я как будто как не уезжал пока тебя не было как бы здесь и много изменений произошло и тушу я вижу вам 900 подключили это же вообще это уже мы ли чего-нибудь или чего-нибудь георгий саныч мы моем мы в процессе открой хочешь я тебе покажу давай смотри а смотри на район нравится он чистота зала здоровья ну костяныч привет здорово из берлина вован дрифтером привет 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 короче вот так господа мутный значит я ну как говорится из германии то не с пустыми руками да ладно да значит ребят вы не считаете что это пропаганда и так далее но мутный тебе подарок deutschland загоритен все прячь сразу в карман а мне чё а тебе не найн-найн-нешно я в общем зашел на блошиный рынок не бог нет блок нет но тебе понравится дело в том что это очень редкая немецкая марка времен царя гороха практически такими же марками пользовался вот фокуса нет подержи практически такими же марками пользовался господин штирлиц да ладно он их употреблял неплохо да я не знаю как на это реагировать друзья напишите пожалуйста комментарии и поймите что привез дергейсаныч тарас сергеевич теперь депешу можешь домой отправить а ты знаешь кстати по поводу марок вот она получается как типа это называют гашеная когда типа на ней стоит этот штамп они как его они типа ну становятся дешевле если марка идеальная и без вот этого штампа она вообще ценится очень дорого если она старая это я но это я видел это не рассказывал не все но отдай мутному расскажите про мотор чё сделали то мы брали чё короче были почему он герст ногами а потому что особенности сборки да 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 я понял ну на весухи немножко редуктор прикручен а топ масло ой как как масло то в горшках вообще стоит просто колом по школу пытался снять который не было передо мной от их точку а все вытащил сальник нет вообще полного в общем осталось по факту то немного башку прикрутить на башку прикрутить на ну короче короче пыльник да были так его называть до марка куда мне тирео положить чтобы ее не сломал положи его в бумажник положить дома до достанешь какие документы нет документам паспорт права паспорту я сейчас чувствую прям как вот домой вернулся вернулся до нас возрастить давайте снимем финалочку и как бы я еще кое-что привез но это без кино нравится duty free давайте это сделаем давай родной финальный аккорд на фоне русской земле баннера до гора штус в автосфере начался на русской земле святой алексии смотрите все в кабинете работал все это время работал начали кричать алексей михайлович спустись причасти пришел друзья мы а значит вернулись на родную землю одну землю волга осталась у агента казаха начаться алексей михайлович подключил м 900 ты побрился чуть-чуть прям 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 помолодел да в натуре вот ссылки на им 900 будет в описании автоспорт точка ру ссылки будут в описании ну и вообще как бы все в этом духе оба суши я тут нашел такого офигенного 21 горя о зачем горду когда чем плода не 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 друзья а значит дело в том что вот этот и реэкспорт автомобилей в германию вернее экспорт дело очень дорогое и растаможка очень не манома дорогая поэтому больше мы вот эту штуку делать не будем ни при каких обстоятельствах условиях значит агент казах значит наш друг и поэтому мы формально привезли ему волгарь ну просто так там он его растаможил ты будет ездить потому что ну короче это очень дорого алтаймера это в натуре очень очень дорого проще из германии в россии но об этом мы уже подумаем чуть позже всемирно добра удачи до новых встреч подписываемся на канал ставим лайки комментируем рассказываем об этом видео друзьям она наверно будет очень долгая трассе лечь пожалуйста не простри марку я постараюсь спасибо святой алексий я там кое-что привез пойдем в кабинет пойдем-пойдем-пойдем а и и и и и и и и и